Привет, меня зовут Влад, теплица социальных технологий, я из Москвы, из России. Проект теплица социальных технологий занимается поддержкой некоммерческих организаций. Мы помогаем им работать в сети. Мы рассказываем, показываем, какие есть технологии, какие есть инструменты, все для эффективности, для того, чтобы на кого были классные, самые лучшие. Еще мы проводим хакатоны. На хакатоны мы приглашаем социальных активистов и помогаем им делать социальные проекты с IT-компонентом. И я хотел бы сегодня рассказать на примерах, какие могут быть главные ошибки в таких социальных проектах, в чем причина их выжимаемости или, например, почему иногда что-то не получается. Я надеюсь, что эти примеры будут интересны. Сегодня я хотел бы рассказать вам о том, как продумать то, чтобы ваши проекты после хакатона стали устойчивыми. И в целом, что такое устойчивость и почему некоторые проекты выживают, а некоторые нет. Я решил, что расскажу вам на примере трех социальных проектов, которые прошли через наши хакатоны. Мы тоже делаем хакатоны, все очень весело, прикольно, но некоторые проекты классные, другие тоже классные, но с меньшим, наверное, результатом и выхлопом. Поэтому, наверное, будет три интересных кейса. В целом, моя презентация рассчитана на тех, кто впервые на хакатоне участвует, у кого нет опыта прохождения такого мероприятия, или кто впервые делает социальные мероприятия. Но если вы просто интересуетесь тем, что происходит в России, презентация тоже для вас. Да, я буду на русском языке, с вашего позволения, презентация на английском, ну или, так сказать, мой вариант английского языка. Если что, просто не обращать внимания, могут быть ошибки. Ну, как сделать так, чтобы проект, который родился на хакатоне, был устойчивым? Это пропускаю, пару слов уже было. Значит, сначала я расскажу о том, что можно сделать за хакатон, на что обратить внимание, и потом, какие, в принципе, модели социальных проектов есть. Они у каждого у вас внутри заложены, на что обращать внимание и к чему быть готовыми. Как я сказал, три кейса, успешные, неуспешные. Первый кейс. Значит, ну, я вам предлагаю всем надеть шапку, представить, что вы работник некоммерческой организации, и вы переживаете эту историю через себя. Вы работник фонда, гуманитарного фонда, благотворительного фонда «Гуманитарное действие». Вы живете в Санкт-Петербурге и занимаетесь профилактикой наркопотребления и помогаете людям с ВИЧ. Вы работаете в большом городе. У вас есть несколько проектов, которые напрямую работают с вашими благополучателями. Ну, один из них, например, «Синий автобус». Это мобильный пункт, профилактика ВИЧ, ездит по городу, останавливается в определенных местах и раздает чистые шприцы, другие стерильные вещи, делает экспресс-тесты на ВИЧ и так далее. Вы, работая вот с этой проблематикой, с ВИЧ-помощью людям, вы понимаете, что в большом городе вам нужно как-то в голове держать большую информацию, что же в принципе в Санкт-Петербурге происходит с наркотиками, с наркопотреблениями, насколько все плохо или насколько все хорошо. Поэтому у вас со временем возникает такая потребность, вам нужно собрать статистику. Ну, правда, чтобы была большая картина и вы понимали, насколько эффективна ваша деятельность. Статистики нету, ну, потому что Россия, потому что нету еще такой отработанной механики сбора и предоставления коммерческим организациям статистики. То есть у вас нету целостной картины, что вообще происходит. Поэтому вы подходите постепенно к мысли, что вам нужно обратиться к открытым данным и посмотреть, что есть в округе, что вы можете такое полезное выцепить, то есть собрать какие-то пазлы в одну картину. То есть у вас уже появляется такая примерно предметная область, где вы можете работать с своей проблемой, общественной проблемой. Потом вы начинаете работать с открытыми данными. Это сложно. Глеб и Алина вам завтра расскажут, что это правда очень сложно. Не всегда бывает очень хорошо. Но какие-то данные вы собираете и начиная их обрабатывать, и вы понимаете, что эти данные, которые вы собрали, они вообще очень хорошие, вам повезло. Например, через них можно увидеть какую-то территориальную зависимость, взаимосвязи. Какие-то закономерности очень хорошо привязываются к районам города. Тогда у вас возникает такая идея, почему бы мне не сделать карту. Потому что вот эти именно эти данные хорошо ложатся на карту города. То есть уже чувствуете движение какое-то от стартовой точки в каком-то направлении. Есть у вас уже идея. Дальше. Потом вы, пообщавшись со специалистами, понимаете, что данные бывают различные. Они нацелены для разного пользователя. Из них можно выжать разную информацию. Ну, собственно, кроме того, какие наркотики в Питере есть, например, можно собрать криминальную статистику, где какие наркопреступления совершаются. Можно медицинскую статистику собрать, где какие соболевания фиксируются в зависимости, связанные с наркопотреблением и так далее. То есть получается вот такая вот насыщенная, хорошая картина. Потом вы постепенно подвигаетесь к хакатону. Вот уже остается там пару дней. Вы понимаете, что вам из всего этого, что вы уже придумали, нужно выцепить какую-то одну задачу на хакатон, чем вы действительно будете заниматься. Это, с одной стороны, легко, с другой стороны, сложно. Но вот можем проследить путь, что вы понимаете, что вам нужно хорошо, красиво обработать эти данные, чтобы они были реальным инструментом вашей деятельности. Вам нужна помощь или социолога, ну, хорошо, если это будет дата-аналитик, вам нужны гис-специалисты, чтобы сделать эту карту. Карта вам для сотрудников некоммерческой организации очень нужна, потому что вы дальше будете в свою деятельность напрямую связывать с теми данными, которые получите. То есть у вас уже на хакатон есть конкретная задача. Мне нужно сделать вот эту вот карту. Хороший рабочий инструмент. Задача посильная, соизмеримая, достижимая. Все хорошо. Хакатон проходит, вы получаете вместе со специалистами, проработав вот эту данную, эту карту. К сожалению, вы не выигрываете хакатон. То есть наступает следующий день, у вас есть хороший инструмент. Вы с ним работаете, с коллегами совещаетесь, как можно откорректировать, например, маршрут этого автобуса, задев более проблемные с точки зрения наркотиков территории и районы. Ну, в общем, польза для вас есть. Потом, ой, я забываю пролистывать, прошу прощения. Ну, вот, кстати, вот это вы, Алексей Лахов, это вы, представитель гуманитарного действия. Потом, вот пример карты, которая получилась, ну, правда, очень хорошо ложится на территорию. Не все данные хорошо соотносятся с определенной территорией. Вам она полезна. Потом, попрошлась какого-то времени, когда вы поработали с этими данными, вы понимаете, что внутри еще заложен потенциал у этих данных и у этой карты. Это информационный и мобилизирующий потенциал. То есть вы понимаете, что не только вам она нужна, как хороший инструмент для анализа. Она еще может быть полезна, например, для тех людей, которые хотят помогать. Тем, кому нужна помощь, например, для самих наркопотребителей, чтобы посмотреть, где находятся ближайшие службы, которые могут тебе помочь с профилактикой и так далее. Потом вы можете благодаря этой карте вовлечь в свой оборот больше волонтеров или сторонников и так далее. Вы видите, как бы это все нужно обрабатывать и продумать дальше. Поэтому, попрошлась какое-то время после хакатона, у вас уже рождается проект, следующая стадия проекта о том, что неплохо бы это все красиво оформить и сделать отдельный сайт, который вы можете предоставить пользователям, чтобы они на него зашли, нашли для себя полезную информацию и приняли какое-то, сделали какое-то целевое действие. Можно попросить перейти на сайт открытдругмэп.ру? Да, это этот сайт. Посмотрите на презентацию. Значит, вы заходите на сайт, здесь нету сразу карты. Вас встречает такой питер ночной, который вас уже подводит к такой мрачной тематике. Есть большая кнопка, которая призывает сделать какое-то целевое действие, проверить свой район, свой район, не просто посмотреть на карту, проверить свой район. И чуть ниже опустите. Есть, например, информация, которая отдельно делит ваши, вот эти три блока, отдельно показывает, с какой аудиторией вы работаете. Первый блок для активных горожан, для неравнодушных горожан. Следующий блок для родственников и близких, потом для наркозависимых. Все это вместе, опять же, приводит к той карте, которую вы сделали. Ну вот можете нажать, поднимите вверх, нет, вверх, да, на главный первый экран. Нажмите «Проверь свой район». И чуть ниже пропустите, можете так прокручивать. Сейчас карты подгрузятся. Вот, собственно, те карты, которые первоначально родились на катоне, они потом еще смогли дать для вас дополнительный эффект, с которым вы можете дальше работать. Да, еще можно ниже опустить. Тут несколько карт, потому что различные данные, и для различной аудитории они предоставлены. Еще чуть ниже. Ну, собственно, понятно. Да, были карты, теперь есть полноценный проект, продукт, который можно презентовать дальше аудитории. Верните, пожалуйста, презентацию. Что из этого можно вывести? Первое о том, что то, что вы делаете, это стадийный процесс. Он происходит на разных стадиях. На разных стадиях он развивается по-разному. Существуют какие-то критерии, как вы должны это определять, и закономерности, как это все развивается. Ну, этот пример, мне кажется, очень наглядный для того, чтобы показать вот этот долгий путь, как какая-то первоначальная идея рождается в конкретный проект. И как проект может изменяться, и какую роль в этом процессе играет хакатон. Ну, следующее, что еще можно из этого проекта выцепить, это то, что такое задача на хакатон. То есть это как бы в данном случае не весь проект в целом. Это какая-то его значимая часть, интегрированная, измеримая, достижимая, которую вы получаете, которую дальше можете использовать для себя или, например, дальше развивать в каком-либо направлении. Ну и третий, да, это хороший пример о том, что проект не заканчивается, он развивается, он развивается исходя из внутренних каких-то потребностей, из внешних факторов и так далее. Вы тоже об этом должны помнить. Следующий пример. Вот это пример, скажем так, менее удачного социального проекта, который прошел через хакатон. Я не могу сказать, что это именно фейлор, неудача. Это опыт как для нас, как для организаторов хакатона, так и для вас, участников этого мероприятия, куда может направить и завести вас социальное проектирование. Проект называется «Счастливые успешные сироты». Теперь вы надеваете другую шапку, вы уже работаете в другой некоммерческой организации, вы помогаете детям, сиротам, выпускникам детских домов. Общая проблема для выпускников детских домов в том, что они в меньшей степени адаптированы к той жизни, которая привычна для вас. Те обычные, обыденные вещи, которые для вас рутинно, для них это вызов, и не всегда они с этим справляются. Для них непонятно, что каждый месяц надо оплачивать коммуналку. Они раньше не оплачивали коммуналку. То, что надо ходить на работу и выполнять какие-то действия, ты берешь на себя какие-то обязательства, начальник тобой руководит, ты получаешь зарплату. Вот эти сложные связи для выпускников детских домов тоже не всегда очевидны. Их этому надо учить. Так вот вы, как представитель некоммерческой организации, ну, понимаете, ну, точно, нужен сайт, где я размещу всю информацию, которая нужна выпускнику, ответы на все вопросы. Ну, эта информация у вас уже есть, вы много лет работаете в этой организации, ну, или знаете, где ее достать. То есть на хакатон вы приходите с конкретной задачей, вот мне нужен сайт, чтобы я разместил, разместила там вот эту информацию. И потом выпускники детских домов будут обязательно заходить на этот сайт. Это будет такой книга-книг, справочник-справочников, и будет получать всю необходимую информацию. На хакатоне сделать этот сайт возможно, это несложная задача, потому что сайты функционалу несложные, были разработчики, достичь реальная задача. Вы получаете этот сайт, вы выигрываете. Потом его дорабатываете, настраиваете, наполняете контентом, сайт допускается, но он невостребованный, низкая посещаемость, и, к сожалению, проект не достиг тех основных целей, которые при начале были. В чем здесь началась проблема? Сайт технический, с точки зрения, хороший, рабочий, форминирующий, неплохой дизайн, проект работает, но Google молодежь уже не востребован. Когда мы работали с этим проектом, в течение нескольких дней будете дальше общаться с менторами, между собой в команде, было несколько идей, как, собственно, этот проект, внешнее решение, оно может быть перенимен к этому проекту. Одна из идей была в том, что заложить внутрь другую модель функционирования проекта. Вы знаете, что такое проект Курора? Российский вариант. Fashion, Yahoo Answers, это такая модель, это сервис рекомендации, когда вы, пользователь, получаете ответ на свои вопросы от других пользователей. То есть это консорциальный проект, когда вы реализуете свои потребности с еще другим пользователем. И это является двигателем внутри процесса. Это речь двигатель, потому что с другой стороны, мы все любим задавать вопросы, с другой стороны, мы все любим подавать советы. Поэтому эта внутренняя модель, она первоначально поддерживалась для этого проекта и предполагает, что, во-первых, в «Кардецких домов» будет интереснее общаться с людьми, а не заходить на сайты, на подвигации, искать какую-то информацию. Во-вторых, эта «Кардецкая модель» предлагает какую-то живость, внутри динамику. Вы спрашиваете, задаете вопрос конкретному человеку или сообществу и получаете не конкретную ссылку, что вам нужно отвечать, а вы отвечаете живым, живого человека, в живой форме, именно тот ответ на вопрос, который вы задали, в той же форме. Вы отвечаете не по нормальному, и ответ к вам тоже приходит в нормальной форме. Вот предполагалось, что этот проект будет лучше функционировать, исходя из этой модели. К сожалению, они отказались в пользу традиционной формы, но получается, давайте посмотрим, что случилось, можно попросить синизм. Это успешная ситуация. И тоже его пролистать. Ну вот справочник довольно традиционно оформленный, есть плитки с тематические разделы, есть ссылки разбиты по различным направлениям вопросов, есть возможность поиска, наверху была строка, тут есть возможность задать вопрос, но, к сожалению, вот это не работает, потому что если бы первоначально все-таки протестировали, поняли, более обсудили на начальном этапе вот эту модель, то, наверное, бы от нее отказались. Тут есть какие-то эксперты, ну представьте, вы как выпускники детского дома, вам 17 лет, вы такой молодой, и вам предлагают пообщаться с какими-то довольно взрослыми людьми, и это немножко, может, конфузит, не выдает того результата, который предначально хотелось. Ну вот из этого кейса, что можно вынести, то, что вы должны понимать, что ваш социальный проект, он насаживается на какую-то модель, социальную модель там, ну или какую-либо другую, вы ее привносите, и вместе с этой моделью вы привносите все то, что ей свойственно, все плюсы и все минусы. И первоначально вообще хотелось бы, чтобы вы проанализировали все риски, все угрозы и вместе с преимуществами, для того, чтобы понять, как это будет работать. Ну и это все позволит вам найти какие-то слабые стороны и вообще понять, какой будет внутренний драйвер у всего этого, за счет чего будет работать проект. Потому что вот сейчас этот проект «Успешные сироты», он работает за счет одного, двух, трех человек. Представьте, что всю информацию, которая размещена на сайте, вот эти множество ссылок, все эти статьи, кто-то должен обновлять, кто-то должен отвечать на вот эти вопросы, которые приходят в форму обратной связи. И драйвером выступает один, два, три человека, которые работают добровольно. Ну это очень сложно вписываться в обычную жизнь. Например, я во вторник вечером могу посвятить три часа свободного времени для этой работы, а в следующие выходные я уезжаю на дачу и не могу посвятить. Вот и это стало, к сожалению, причиной того, что проект стал менее успешен, чем другие проекты. Вот теперь я перехожу, может быть, к одному… если предположить, что вот это была веселая часть до этого, то я перехожу к более скучной части. Давайте просто рассмотрим модель краудсорсинга внутри проекта, потому что я смотрел некоторые проекты, которые здесь будут развиваться, они используют краудсорсинговую модель, ну это типы, или, например, тип FixMyStreet приложения, это все городские приложения, которые основаны на том, что вы просите меня взять телефон, сфотографировать что-то, отправить для устроения неполадок или все, что похоже на механику эту. И второй тип – это мэтчинг, когда есть две стороны, и платформа выступает с такой точки зрения поиска и предложения, конкретного предложения тех, кто просит и тех, кто предлагает помощь. Ну, значит, если у вас внутри проекта заложена вот эта модель краудсорсинга, то прежде всего вы должны обратить внимание, что у вас должно быть две компетенции. С одной стороны, конечно, понятно, это глубокое понимание технической реализации, как это все будет работать. С другой стороны, у вас должно быть понимание того, как работает онлайн-сообщество, как люди вообще активно участвуют. Так как вы принимаете вот эту модель в качестве модель для социальных изменений, вы должны понимать, как это работает оффлайн. Потому что смысл в том, что технологии выступают здесь в качестве дополнения чего-то. Они упрощают, они делают более эффективным, но они не заменяют. Если вы уверены, что человек будет делать вот эти социальные изменения оффлайн в обычной жизни, то и он будет пользоваться онлайн-инструментом. Ну, опять же, пример с этим телефоном, когда я фотографирую какие-то неполадки. Если я в обычной жизни реагирую на несовершенство мира вокруг, я обращаю внимание на благоустройство, я готов отслеживать, мониторить, пробивать, то, конечно, я буду пользоваться этим инструментом. Если я не готов, то насколько бы удобной технически ни была платформа, она не поможет, она не сработает. Есть еще, кстати, в России урбанист Свят Мурунов. Вот он, когда комментирует вот эти платформы, он говорит, что вы должны держать в голове, что в городе много жителей, но только 10% из них горожане, 90% это пассажиры. Вот ориентируясь на будущих потенциальных участников, ваши пользователи, вашей платформы, мы должны помнить про этих 10% горожан, активных горожан. На что еще вы должны обратить внимание? Важно то, что вот эти платформы, в них заложен очень большой, огромный, аккумулирующий эффект. Если вы, например, просите меня, как активного горожана, сделать какое-то действие, сравнительно небольшое, опять же, что-то сфотографировать, отправить, это небольшое действие, ресурсов для меня много не занимает и во многом часто это будет символическое действие. Но с другой стороны, если, например, у вашей платформы 3000 пользователей, то вы должны понимать, что вот простая механика вот этих действий, это как бы то, что лежит на поверхности, а то, что в глубине это спрятан огромный социальный капитал у этого сообщества. И во-вторых, это то, что называется empowerment, это возможность расширения гражданского участия людей. Ну что это значит? Например, если вы все эти 3000 пользователей просите фотографировать бордюры и отправлять, ну бордюрам это лестно, но на самом деле это немножко неэффективно. Поэтому вы должны понимать, что у вас модель развития вашего проекта должна предполагать вот дальнейшее развитие. И, ну, я думаю, что по краудсорсингам, да, окей, давайте остановимся на этой модели. И три успешных элемента такой типа проектов. Первое, это лимит, предел толпы, на русском я просто смотрю, уже не перевожу. Предел толпы для таких проектов очень классно, что у них есть такая идеальная комбинация, идеальная комбинация вот этих условий. В городе есть, толпа она сконцентрирована в городе, чем больше город, тем больше толпы, но понятно, что есть какой-то предел. Вот вам нужно определить, какой предел есть у вас. Следующее, это тип мобилизирующего ресурса, тип мобилизируемого ресурса. Ну, например, если вы просите человека сделать какое-то действие, простое, опять же, пример с телефоном, какой-то очень наглядный, вы просите его сфотографировать и отправить. Это простое действие, которое понятно человеку, оно не требует от него принятия решения какого-то долгого и оно не требует от него размышлений. То есть это простое действие и чем проще вот этот вот вход для человека, тем эффективнее ваша платформа и тем больше энергии сохраняется у вашего сообщества в целом. Это та энергия, которую вы можете потом использовать на более глубокую социальную активность. Ну, и про типы я уже рассказал. И что ж такое. Еще один проект, о котором хотел бы рассказать, проект из Воронежа. Делай как Воронеж. Это не название проекта, это призыв для вас. Представьте, что вы одеваете третью шапку, не забывайте. Вы теперь приноситесь в Воронеж, вы работаете в некоммерческой организации, которая предоустраивает людей с инвалидностью. Сложность, среди многих сложностей, проблем, которые сталкивается организация при трудоустройстве людей, то, что для людей с инвалидностью сложно проходить собеседование оффлайн, выезжать на места и разговаривать с потенциальными работодателями. Но первичное собеседование, например, можно проводить с помощью видеоанкет. Это упрощает жизнь, как вам. Например, если у вас есть какие-то физические ограничения, вам не нужно постоянно выезжать и проводить собеседование, первичное, которое просто знакомство. С другой стороны, работодателям нет необходимости вас постоянно дергать, вызывать, он может просто просмотреть эти видеоанкеты. И вот появилась необходимость сделать сайт, где будут размещаться эти видеоанкеты. Опять же, впереди маячит хакатон. Для вас уже понятна задача. У вас должен быть вот этот сайт, где можно разместить эти видеоанкеты. Вы приходите на хакатон, к счастью, находите бесплатный шаблон темы интернет-магазина, вы его адаптируете под себя, немножко настраиваете, выигрываете хакатон. Опять же, небольшая настройка, небольшая ретушь, и запускаете проект, он работает. Представьте, интернет-магазин, где вместо товаров, условно, товаров есть анкеты, видеоанкеты людей. С одной стороны, вы заходите, их закачиваете, анкеты. С другой стороны, вы как работодатель заходите и просматриваете. Денис вернется. Я сейчас открою сайт. Ну, смотрите, конечно, визуально это очень похоже на интернет-магазин. Есть разделы… Сейчас, секунду. Есть разделы, вот видеоанкеты, о которых я говорил. Конечно, может быть много вопросов к самому сайту. Дизайн вроде бы не очень, он не до конца еще адаптирован, настроен. Тут, если посмотреть на настройках, то внутрь, если зайти, например, как в обычном интернет-магазине, вы делаете фильтр по убыванию цены, возрастанию цены, то есть доделок очень много. Но проект работает и проект успешный. Он чрезвычайно успешный. Тут есть 245 соискателей в базе и большинство из них нашли работу. То есть, вот если с точки зрения дизайна, у вас могут быть вопросы, там что-то, как бы логотип зелено-оранжевый не очень, сайт не, там может быть верстку поправить, или там на мобильных он не очень красиво отображается. Но с точки зрения решения решения социальной проблемы, это идеальный проект, потому что он работает. Одни ищут работу, другие помогают им найти. на этом примере тоже можно посмотреть, что такое задача на хоккатон, насколько она должна быть реальной, что вы можете сделать за хоккатон. Это найти, ну, если у вас неполная команда, например, вы можете найти даже бесплатный шаблон, адаптировать его. Если сайт, то сайты сейчас делаются очень быстро, много времени на это тратить не нужно. Вы делаете то, что уже работает, то, что решает конкретную проблему, и потом уже по мере появления денег дизайнера и так далее вы можете это дорабатывать, улучшать, сколько получится. Можно вернуть презентацию? Да, это вы, Александр Попов из Воронежа. Про это я рассказал. Да, это про задачи на хоккатон. Вы, правда, должны проверить о том, что они конкретные, вот совсем конкретные задачи, она измеримая, она достижимая, причем достижимая теми средствами, которые у вас есть в наличии. Вы располагаете тем, что у вас есть. И вы помните о временных элементах, которые есть, ну, это 3 дня, уже 2,5. И тот минимум, который вы должны сделать, про MVP вам уже много говорили, это вот немножко затрагивает эту тему, что такое минимальный продукт, но не с технической точки зрения, а с точки зрения вас как автора проекта. Это то, что вы делаете не для себя, уже делаете для других, то есть вы можете показать это человеку, то есть не себе, другому человеку, вашему волонтеру, человеку, который хочет помогать или ищет помощь, кому-то из сообщества, и человек вообще поймет, о чем этот проект, даже с вами незнакомый или который незнаком с вашим проектом. и это то, что можно тестировать. Тестировать не только в технической точке зрения, там нажимать кнопочки и смотреть на мобильном, а тестировать именно смотреть, как им пользуются, для чего им пользуются, какой целью, насколько он подходит под конкретные запросы и так далее. Вот этот минимум, клево, если у вас будет в воскресенье вечером, но после воскресенья вечера наступает понедельник, 4 июня, наступит. Кто-то выиграет хакатон, кто-то, к сожалению, не выиграет. Вот это важный слайд, потому что вы должны продумать, что вы будете делать дальше. Вот именно продумать, пока вы здесь, продумать тот сценарий, как вы будете дальше работать, когда наступит понедельник, 4 июня. Прежде всего вы должны быть, вы должны уверенно пользоваться тем, что вам оставят разработчики. Если вы создадите какой-то прототип, проснувшись утра в понедельник, вы должны помнить пароли, куда надо заходить, какой адрес хостинга и так далее. Вот это у вас должно быть все в голове, то есть вы дальше уже работаете самостоятельно, при условии, если нет команды. Дальше вы должны понимать, например, если в рамках катона вам не сделают какой-то технически продвинутый продукт, вы должны понимать, что вам нужно. Например, в течение двух дней вы можете попросить написать вам небольшое тезе, вот конкретно расписать, какое решение, как вы будете его использовать, какие ресурсы для него нужны и так далее, чтобы с этим тезе вы уже могли дальше пойти или в какую-то веб-студию попросить вам пробона сделать или искать деньги для того, чтобы нанять разработчиков и так далее. у вас должно быть все подсчитано, подсчитаны ресурсы, которые нужны будут для запуска вашего проекта. Вы должны понимать, сколько потребуется лично от вас, сколько в целом потребуется времени, сколько потребуется денег, потому что вы можете в течение месяца, например, платить свои деньги дизайнеру, но потом свои деньги, потом вам это надоест. То же самое со временем вы можете вот эти выходные посвятить вашему проекту. Если он у вас волонтерский, вы не можете каждый выходной ему посвящать, но он должен работать, поэтому у вас должно быть все подсчитано, все продумано, вы должны до этого быть готовы. И должно быть все спланировано, вы должны для себя назначить дату запуска вашего проекта. Лучше, если это будет в течение трех месяцев, потому что если проект не запускается в первые три месяца, то это уже долгострой, вряд ли у вас получится его вытянуть. Я надеюсь, вы получаете кайф от своего проекта. Это мой последний слайд. Я готов с вами поговорить или в рамках вот этой лекции, или потом индивидуально. Спасибо большое. Влад, не уходи. Вопросы? Вопросы? Так. Все уставшие. Хорошо. Все равно не уходим. Okay. Anyone has got questions? No? Oh yeah, there is a question. I see, I have to start speaking English again. Thank you. What happened to projects of previous year? Did they get the grant of some institutions maybe? Two of these projects got grants, so the second one, the third one. So it was like successful project if we are talking about the hackathon story, but it was a bit not so successful if we are talking about solving social problems. END 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 END